Ну что, привет! Наконец я решила снять это видео, обнажить перед вами душу, рассказать свою историю, и это видео будет грустным, приготовьтесь. Я просто почувствовала, что сейчас пришло время рассказать обо всём, тогда как раз это всё так накалилось, а сейчас как бы всё успокоилось, и я думаю, что есть смысл уже обо всём рассказать. Потому что когда обычно кульминационный момент, когда всё это вспыхивает, люди могут сгоряча наговорить глупости. Я даже по себе знаю. Тогда я хотела снять совсем другое видео, когда всё это произошло, но так как сейчас уже прошло 5 или 6 месяцев, то я успокоилась, мысли собрались. И как мне кажется, я могу уже адекватно воспринимать всё, что произошло тогда, что-то анализировать и прийти к какому-то определённому выводу. Конечно, к выводу я пришла уже давным-давно. Это очень сложный процесс. Мне даже кажется, если я буду снимать это видео через год, всё равно у меня будут наворачиваться слёзы. Не из-за того, что у меня есть какие-то чувства к другому человеку, а из-за того, что я настолько сентиментальный человек, что я плачу при каждом романтическом моменте в фильме, либо в жизни. Если мне кто-то рассказывает какую-то историю, я обязательно буду реветь. Видео это снимается не для того, чтобы вы меня жалели, писали приятные слова, мою поддержку. Вы и так уже всё это давным-давно сделали, потому что эта ситуация произошла не сегодня, не сейчас. Она произошла очень давно. Жизнь, она такая, непредсказуемая в каких-то моментах. И как раз-таки в моей жизни произошёл такой момент, что мы разошлись с моим мужем бывшим. С Вовой разошлись мы очень давно. В официальном разводе мы уже примерно два с половиной года. И мы вообще расходились с ним очень много раз. Но развод официальный произошёл два с половиной года назад примерно, когда я была в Японии. Инициатором развода, расставаний вообще всех всегда была я. И я не скажу, что это хорошо, что это плохо. Я так чувствовала. И я так хотела. Иногда просто происходит в вашей жизни такое, когда вы живёте с вашим мужем или парнем, когда отношения вас просто давят, задавливают. И вы понимаете, что вам, в принципе, хорошо вместе. Вы подходите друг к другу. Особенно вокруг все говорят, вы так похожи, вы так подходите друг к другу. И ты тоже как бы живёшь в этой иллюзии. И плюс ко всему общество всегда навязывает нам такое, что мы не должны расходиться, разводиться. Особенно, если у вас есть дети. Тяжелее всего было, наверное, нашим родителям, когда они были молодые. Тогда это всё было, конечно, позорно. Нельзя было разводиться, нельзя было расходиться, потому что как бы это всё не так. Это позорно. Это нарушает все каноны семьи. Но если ваши отношения вас настолько убивают, они настолько душат, что вы сами не можете нормально жить в этих отношениях, развиваться дальше вы не можете. И эти отношения влияют не только на вас, но и на всю вашу семью, даже на детей. Очень часто люди придумывают объяснения нашим всем ссорам, скандалам, говоря, что это кризис одного года, это кризис двух лет совместных жизней, трёх лет, четырёх, пяти, шести, семи, десяти. И так каждый год. Один человек скажет одно, другой человек другое, и вам кажется, а, да, так говорят же. Говорят, не расходись, говорят, это кризис, говорят, это позор, ещё что-то говорят. Говорят, что на тебе больше никто не женится, потому что это позор после развода. Или вообще, если у тебя есть ребёнок, тебя подавно никто не возьмёт с, как говорят, с прицепом. С прицепом, так и говорят. И получается, когда вы живёте в этих отношениях, которые вас просто съедают, вам ещё и параллельно кто-то говорит, какие-то знакомые, друзья, даже, может быть, ваши родители или другие родители, о том, что нельзя расходиться, потерпи. Потерпи, всё пройдёт, это кризис. Вы вроде как бы начинаете успокаиваться, дальше жить, и потом в какой-то момент снова это происходит. Это может быть через месяц, может быть, через полгода, через год. Снова бам-бам-бам. А может быть, и каждый день вы живёте в стрессе невероятном. Сейчас все списывают на то, что у тебя послеродовая депрессия, это нормально, нужно съездить в путешествие, и всё пройдёт. Отдохни после родов, всё наладится. И тут проходит ещё один год. Вы понимаете, что вроде послеродовая депрессия уже прошла, но всё равно что-то не то, да? Ну, что-то не то. Вроде вам всё классно, вас всё устраивает, у вас общие идеи, общие шутки, приколы. Вам всё нравится. Вы вместе ходите в интересные рестораны, смотрите фильмы вместе, которые вам обоим нравятся. Ездите, путешествуете, всё, в принципе, вас устраивает. Но тут же параллельно происходят другие действия в вашей голове, и что-то вас убивает. Вы просто понимаете, что вроде всё нормально, но всё равно это не то. Один какой-то момент или одно какое-то слово может разрушить вот это всё хорошее, что было у вас с этим человеком. Слово или действие именно с его стороны. И я считаю, что это уже какой-то звонок, предупреждающий о том, что что-то не то. Как может одно слово настолько разрушить тебя, или два слова, или, может быть, это слово повторяют вам каждый день, что вы забываете обо всём хорошем, хотите уйти от человека. Потом начинаешь думать, что ребёнок же, ты не можешь так поступить. Хотя, может быть, у вашей второй половинки не идеальные отношения с детьми, но всё равно вы думаете, что вы должны быть вместе ради детей, потому что так навязывает наше общество или ваша семья. И ты думаешь, что, может быть, всё пройдёт, вы пока молоды, наладится, ветер в голове, нужно время, постареем, помудреем, если друг друга не убьём в итоге. И вы живёте дальше. Что происходило и со мной? Я жила, я забывала, я ещё такой отходчивый человек, вы себе не представляете. Я могу забыть страшное преступление по отношению к себе. Прямо забыть, выкинуть из головы и дальше жить спокойно. Ну, вот такой я человек, очень быстро отхожу. И, наверное, это всё-таки и держало меня. Всё эти годы я ещё очень мягкотелая, мной легко манипулировать и легко мне какую-то мысль в голову вбить, настроить меня очень легко. И я думаю, что тоже это как бы влияло на то, что происходит в нашей семье. Я ни в коем случае не хочу сейчас себя выгораживать и говорить, что я была хорошей, я как бы старалась, вот он был плохим. Нет. Я была тоже очень плохим человеком и иногда я совершала такие страшные поступки. Я, например, очень вспыльчивая. Я могла разбить посуду в доме под злость. Просто меня так злило, что я могла просто разбить много чего в доме. И с этого всё и началось. Я начала бить, помню, посуду, а он никогда этого не делал. И он, глядячи уже на меня, тоже потом стал всё переворачивать, когда мы стали ругаться. Хотя он говорил, что он этого никогда не делал. И он, глядячи уже на меня, что я так позволила себе, он стал потом позволять себе тоже. Я ещё очень компанейский человек. Мне всегда нравились компании. Может быть, это тоже моя ошибка. Я не знаю. Но мне всегда нравилось общество. Я любила с подругами встретиться, погулять, посидеть, ходить в клуб тоже или в бар, выпить. Ну, конечно, не каждый день, но я это любила делать, может быть, раз в месяц, вырваться и прям, знаете, оторваться. Ну, боже мой, ну кто так не делает? Ну, напишите, может быть, в комментариях, если вы этого не делаете. Браво! Или не делали никогда. Я жуткая грязнуля. И это, да, это факт. Я его очень сильно раздражала тем, что у меня всё валялось. Я такой человек, что я буду вот так всё разбрасывать. Если я куда-то собираюсь, я просто всё переверну в доме, всю одежду, всю косметику. Потом я не парюсь о том, что у меня там непомытая посуда или вещи разбросаны. Я могу не помыть посуду и лезть спокойно спать. Видите, для меня это небольшая проблема. Психологически это тоже как-то объясняется. Есть люди зацикленные на чистоте, которые педанты, они не могут лечь спать, не помыв посуду, зная, что у них в раковине посуда. Но это психологический момент. А есть люди, которым просто наплевать. Вот как мне. Если я хочу спать, я пойду и лягу спать, если я устаю. Вот такой я человек. И да, у нас вот эти были моменты. Но извините меня, что никто из вас сейчас не скажет мне о том, что у вас идеальная семья. Вы сама прелесть. Он мистер идеальность. И жизнь ваша супер идеальная. И все у вас гладко и прекрасно. И я не верю в такие отношения. Я знаю, что даже такие отношения, они недолговечны. Чужая семья – это потемки. И никто никогда не расскажет, что на самом деле происходит в их семье. Какие там скелеты в шкафах зарыты и так далее. Какие-то моменты, да, они были суперские. Я считала, что вот, да, именно это, скорее всего, эта черта, которая мне нравится в нем, она спасет нашу семью. Вот это только момент. Но нет, увы, эта черта не спасла нашу семью. И не может быть что-то одно, что спасет вашу семью. Даже нет такой причины одной, по которой можно расстаться. Всегда люди расстаются, когда много разных причин. Вы не можете развестись с человеком, если у вас какая-то одна причина. Это невозможно. Даже измены прощают один раз, да, вот один раз человек изменит, прощают измену. Но если уже это систематически, два, три, четыре раза, потом что-то еще, то начинают разводиться люди и уже не могут с этим жить. Я не могу назвать сейчас четкую причину, почему мы развелись, почему я пошла на этот шаг, серьезный, обдуманный, взвешенный, я тогда наняла адвоката и уехала в Японию к родителям. И адвокат нас без меня просто навсего развел. Просто взял и развел. Я не присутствовала при этом деле, я не хотела присутствовать, потому что я знала, что я настолько мягкотела, что я буду находиться с ним весь в одном городе. Он придет, он попросит прощения сегодня, будет приходить завтра, послезавтра, будет унижаться, да, или я буду унижаться, но мы помиримся. И я его прощу, и я передумаю, я беру заявление. Я знала себя, потому что я уже с ним до этого расходилась, наверное, раз 10, до развода официального. И все как по сценарию. Одно да потому. Я собираю вещи, ухожу, мы миримся, потому что я мягкотела, я не могу решиться. И раз решилась, то действую. Нет, у меня так не получалось, я всегда-всегда прощала. И я понимала потом, когда мы снова сходились, что все, наша семья почти разрушена. Почему мы сошлись снова? Что нас держит? Неужели нас держит ребенок? Потом нас даже ребенок перестал держать, потому что ссоры стали настолько злыми и жестокими, что про ребенка даже никто не думал. А когда у вас появляется вот этот момент, что вы оба перестаете думать о ребенке во время ваших ссор или жизнь совместной в семье, то какой смысл в семье? Ради чего терпеть, если вы не одно целое? Если вы думаете только о себе, о человеке, которого вы сделали, создали, вы перестаете о нем думать. Это уже не семья. Семья – это когда вы команда, вы сплоченные, вы вместе. И думаете о друг друге, оберегаете друг друга. И это делать должен не только один человек в семье, не только женщина или не только мужчина. Об этом должны думать все. И если этого не происходит, нет причин жить вместе и делать так, чтобы ваш ребенок страдал или страдали вы. И когда я видела, что это все крах, это пропало просто все, пропало с каждым уходом моим, с каждой ошибкой какой-то совершенной с его стороны, с моей стороны, рушилась и рушилась, и рушилась наша семья. И потом уже, когда вы думаете, в десятый раз, когда сходитесь, что все, мы сейчас опять наладим наши отношения, черт из два. Никто ничего не вернет. Вот почему я наняла адвоката. Потому что я знала себя, мягкотелую, что я не справлюсь, что я прощу, и все будет одно, да потому и будет страдать наша дочь. А тем более, если страдает ваш ребенок от ваших отношений с вашим супругом законным, от которого этот же ребенок, почему ваш ребенок должен страдать от того, что вы вдвое взрослых не можете разобраться в своих отношениях нормально, адекватно взрослым, осознанно разобраться, поговорить или что-то сделать уже. Господи, да сделайте вы уже что-то адекватное. Уже столько фильмов снято, столько психологов, которые разъясняют вам, как быть, как сделать, столько книг написали, но вы все равно не можете ничего сделать, вообще не можете, потому что вас съедает это все, вас съедают обиды, вас съедает прошлое, ваши поступки, ваши его поступки, его слова, твои слова, все вас съедает, и вы не можете друг друга простить, ни он, и ни ты, но вы вместе, вы не можете еще и разойтись, потому что общество вам твердит обратное. И как раз, когда мы официально развелись, когда я решилась на этот шаг, мне кажется, наш пузырь лопнул. Просто окончательно и бесповоротно. Тогда я уехала к маме в Японию, чтобы уже разойтись окончательно, потому что я трусиха, еще раз повторюсь, я бы струсила, и снова бы с ним сошлась. А Вова, между прочим, всегда хотел сохранить семью. Вот это нужно дать ему должное. Он всегда был за семью, он семьянин. И в этом мы, кстати, с ним не сходились. Я всегда не могла понять, как можно сохранить семью, если она разрушена, если два человека друг друга, можно сказать, ненавидят. Ну вот, действительно, это так. Но мы вместе, мы сохранили семью. Этого я не понимала. А он мог так жить. Он мог сохранить семью, закрыть глаза и жить дальше. Он мог вести себя, в принципе, как ни в чем не бывало. Но, хотя нет, он тоже не мог сильно долго притворяться, как говорится. Все равно это вылазит. Оно вылазит с каких-то дырочек, с щелей. И когда один человек говорит, давай сохраним семью, а второй человек понимает трезво, что невозможно сохранить семью, потому что это кошмар какой-то. И все равно вы будете расходиться. Ну, это вот как ни крути. Я пошла на этот шаг. Я уехала к родителям. И я не могла по визе находиться больше трех месяцев в Японии. Я тогда три месяца жила у родителей. Я понимала, что из Японии мне придется уехать, потому что виза закончится. Там я не видела себя. И я думала, куда же мне уехать? В Казахстан я не хотела возвращаться, потому что я знала, он там. И это все опять начнется стопроцентно. И я думала, я пойду в Украину. Тогда я в Украину поехала. У меня там все родственники по маминой линии. И что? Ну, и, конечно же, он туда приехал, в Украину. Он приехал, и, конечно же, под предлогом того, что он хочет видеть дочь, и давай я буду с ней, мне нужно с ней увидеться. Конечно, я как адекватная мать, я не могу ему запретить таких вещей. Хотя я ждала от него всякого, потому что я, считай, развелась. Насильно, да, нашу семью разрушила. Я не знала, как он приедет, как он отреагирует на это все. Может быть, он там выкрадет ребенка. У меня всякие мысли были в голове. Я очень боялась. Но он приехал нормально, адекватно, и, конечно, под предлогом того, что он снова с Сарой, там, Сарой, на тебе это, на тебе то, на вот тебе подарок, на твоим родственникам еще вот тоже какие-то подкаты. И вот это все по кусочку, по кусочку, и я простила его вновь. И все, мы с вами стали жить вместе. Мы решили пожить в Украине тогда. Конечно, когда вы после долгой разлуки, сколько, три месяца меня не было, сходитесь, вы как бы еще вначале так нормально живете. Но, а потом, потом вылазят обиды. Обиды вы не только за старое, за то, что там у вас происходило, а теперь еще и добавились новые обиды за то, что вы развелись. С моей стороны, это обиды за то, что как ты мог этого позволить, как ты мог это допустить, а ведь я тебе предупреждала, что я терпеть этого не буду. А с его стороны обиды, как ты вообще могла так поступить, взять и развестись? Те обиды приплюсовываются к новым обидам. И вас все снова, как снежный ком, нарастает и нарастает, когда катится с горы. И так мы еще продержались, ой, два с половиной года до сегодняшнего момента, до сегодняшних дней, до 2018 года. В Украине мы ругались, нам было плохо, нам казалось, что нужно вернуться в Казахстан, потому что у нас там есть дом, который мы сдавали в аренду, что там у нас все наладится, это все из-за того, что мы не дома. Окей. Вернулись в Казахстан, там стали ругаться, продолжаем и продолжаем. Сару к бабушке, чтобы она не слышала, и того, чтобы Сара не слышала наши ссоры. Сара была всегда у бабушки. Опять начинаются эти мысли в голове, а зачем так жить, если ты выругаетесь, и ребенок страдает опять от этого всего. И она все это проецирует через себя, она понимает, она не маленькая, она уже начала с трех лет понимать, если не раньше. И вам потом начинает казаться, вы ищите причины. Окей, забыли про те обиды, забыли про другие обиды, это все дело в том, что мы не знаем, где нам жить в итоге, где нам жить. Уже в Казахстане немило, все, надо переезжать, нужно куда-то поехать путешествовать. Кстати, вот эти все путешествия, которые были в нашей совместной жизни, они нас вытаскивали, да, из ссор каких-то, но опять же временно, пока мы не переезжали в новое место, не осваивались, снова там начинали ругаться, и за границами ругались. Да мы везде ругались. И потом, приехав обратно в свою страну, вы начинаете снова ругаться, потому что вам кажется, что, ага, это скорее всего из-за того, что мы возвращаемся в эту страну, в свою же, и просто нам здесь не катит, нам тут жизнь не мила, а вот если бы мы жили в другой стране, то тогда да, тогда бы мы не ругались стопроцентно. И вы начинаете придумывать разные причины, потому что вы уже перепробовали все варианты спасения, ну все, мы даже психолога пробовали, ходили. В принципе, все, что советуют вашей семье для сохранения брака, мы перепробовали все. Тут ты понимаешь, что, ага, если это не работает, это не работает, это не работает, если мы расстаемся и снова сходимся, раз это судьба, да, значит, нужно сменить место жительства. Точно, это не наша страна, мы должны переехать. Вот, собственно, что с нами и произошло, почему мы приехали сюда, потому что мы думали, что здесь станет лучше, здесь станет легче, и мы так долго хотели сюда приехать, и нам казалось, что наша жизнь изменится, что именно здесь нам надо было жить, чтобы жить нормально. Потому что там пожили, там пожили, это не то, все не то, а именно вот эта страна, она нам поможет. Ну что, бросаем все, переезжаем сюда. Вот, и в апреле 2018 года у нас произошел, наверное, тот самый кульминационный момент, который нас уже окончательно разделил. Разделил нас. Это как, мне кажется, это какое-то проведение. просто сверху. Просто сверху. Потому что мы настолько друг друга мучили, что, мне кажется, уже по-другому нельзя было никак. Вот что-то произошло, что нас, нам пришлось уже просто расстаться, и мы не можем теперь жить вместе. Точно, стопроцентно, пока я нахожусь здесь, в Америке. И, что еще сказать? Причины я не хочу вам рассказывать, потому что это, это ссоры, это грязь, это, это плохие истории. Они не нужны вам. Зачем они вам? Чтобы посмаковать, или посмеяться, или пообсудить. Если вы адекватный человек, вам это не нужно. Знать именно моменты, какие-то подробности. Потому что я же вам объясняю, причины нет одной. Ее не бывает одной никогда причины. Причин всегда много. Если вы уже решили развестись, поверьте мне, если вы развелись, причина не может быть одной. Сейчас, уже примерно 5 месяцев, как мы вместе не живем, не созваниваемся. Я не смотрю в его соцсети, я не слежу за его жизнью, я не спрашиваю у его друзей, что происходит, где он, что он, с кем он. Мне абсолютно не важно. Я не знаю, как с его стороны. Этого я знать тоже не хочу. Мне тоже абсолютно не важно, потому что я знаю, что это все бесполезно. Это все уже проверено, и нет никакого смысла даже задумываться о чем-то, или сомневаться в чем-то. Потому что все на протяжении 7 лет нашей совместной жизни мы перепробовали кучу разных вариантов. Перепробовали все. Все лекарства, все прививки, все волшебные палочки. Ничего не работает. Все закончилось. То, что произошло сейчас, это очень хорошо, это помогло, я думаю, сохранить наши жизни хотя бы. И что касается Сары, она, во-первых, она не знает ничего подробно. Я ей, конечно, сказала о том, что мы с папой разошлись. Она эту новость восприняла абсолютно нормально. Она не плакала, она никак не выражала свои негативные какие-то мысли. Она, в принципе, я думаю, была готова к этому, потому что при ней мы очень много ругались. Она видела все страдания, и мои, и его страдания. Ей стало легче жить, потому что теперь нет этих ссор, нет скандалов, нет криков, нет вообще слез, вообще ничего нет. Сейчас началась очень спокойная жизнь, можно сказать, счастливая жизнь. Ну как еще сказать? И когда мне пишут девочки такие вопросы, как вот ты такая молодец, ты такая смелая, как ты решилась, спасала всегда такая пословица или выражение, не знаю, кто сказал эти слова, что плохо, мы и сами можем жить. Я сейчас не могу сказать, что я хорошо живу, да, или как-то, но я живу не хуже, чем я жила до этого. Я могу сказать, что я живу сейчас намного спокойней и счастливей, чем я жила до этого. вот и все, вот и все ответы на вопросы. И кто спрашивает меня о том, может быть, вы сойдете снова? Я надеюсь, я донесла до вас мысль, что происходило, как было тяжело, что уже все, как бы, я думаю, что назад пути нет. Хотя, как бы, говорят, не зарекайся, да, никогда. Но я вам рассказала вот эти все вещи, это без подробностей. А если бы я вам еще с подробностями все рассказала, вы бы вообще были в шоке все. С нами ничего нет, мы друг с другом не общаемся. Мы общаемся с ним только по делу, по факту, касательно ребенка. Он помогает Саре, он платит, оплачивает все ее кружки здесь в Америке. То, что она ходит на коньки, на гимнастику, к репетитору, он все оплачивает. Но только по факту. Вот тебе чек за репетитора, вот на тебе оплату за это, чтобы лишний раз я там никуда копейки не девала его. Он одевает Сару, потому что я ему говорю об этом. Я не молчу, я не гордая, я не говорю, что все, я с тобой разошлась, и нам от тебя ничего не нужно. Я считаю, что это неправильно. Почему? Ты такой же ребенок, как и мой ребенок. его ребенок. Почему, если у человека есть возможность помочь, почему он не должен помогать? Он должен помогать, потому что это тоже его ребенок. Это тоже его ребенок. Я вам даже сейчас скажу такой парадокс. Он сейчас помогает, мне кажется, больше, чем раньше он ей помогал. И это так интересно. И он сейчас ей присылает игрушки, он присылает ей вещи, он оплачивает все ее кружки, и он даже один раз заказывал еду из Волмарта. Я приезжала туда, забирала продукты, он закупал то, что Сара любит. То, что любит Сара. Там креветки, фрукты, ягоды. Ну, представьте себе, он в этом плане молодец. Он помогает очень хорошо. Одни кружки ее стоят 350 долларов в месяц. Это минимум. Это еще как бы не на все я ее вожу. Он все это делает, он оплачивает. Но что касается меня, моей жизни, он ни копеечки не дает, потому что он мне не обязан этого делать. Мы не женаты с ним были и не разведены были в Европе или в Америке, где тут, когда девушка разводится с мужчиной, и если она не работала всю жизнь, то мужчина выплачивает ей за это алименты. Я знаю, что такое есть, но это не в наших странах. В наших странах такого нет. И слава Богу, в принципе, я ему ничего не должна. То есть он не оплачивает мои там какие-то квартиры, он мне не оплачивает, он не оплачивает мне вещи, еду. Он помогает ребенку. Это очень хорошо. Это большое ему спасибо за то, что он такой вот молодец, хороший папа. Они с Сарой разговаривают по телефону, они переписываются, голосовые сообщения, какие-то там она ему снэпчат присылает, лица там какие-то. Они очень хорошо, мило беседуют, она его любит, она всегда очень радуется, когда он какую-то куколку ей пришлет. Она очень счастлива. Я не запрещаю ни в коем случае ей общаться с папой. Я никогда Сару не настраивала против него, хотя ему всегда казалось, что я настраивала ее против него. А он делал все сам. Он сам настраивал всегда ее против себя. Мы сами все делаем своими руками, того не замечая. Вот просто вот мужчины, если смотрите в это видео, или женщины, если у вас какие-то такие подобные ситуации. Иногда мы не замечаем сами, что творим. А потом, когда уже выхлоп происходит, какой-то результат, мы просто сидим в шоке, потому что не понимаем, почему это произошло, ведь так быть не должно. Вот я же вроде делал все нормально, а тут оказывается, как-то нет, оказывается, ты нормально делал, ненормально поступал, ненормально. И вот то, что сейчас происходит в моей жизни. У меня началась новая жизнь. И сказать честно, я не хотела жить в Америке. Я не хотела сюда переезжать. Я думала, что действительно так будет лучше, раз он так говорит. И все, это была его цель, его мечта. Он хотел сюда переехать. И мы переехали, мы приехали сюда, в эту Америку, и в итоге он уехал, а я здесь осталась. И сами знаете, как я здесь осталась, и почему я здесь осталась, и уже все, я даже не хочу возвращаться. В Казахстане у меня вообще никого нет. Вообще никого нет, кроме бывшего мужа. У меня нет там ни квартиры, ничего, ни машины, ничего, кроме друзей школьных. Почему я должна сейчас возвращаться в Казахстан, если у меня здесь, в Америке, есть какие-то дела, работа и какие-то действия? Почему я должна туда возвращаться? Кто-то мне пишет, что Женя, ты такая несчастная в этой Америке. Окей, а что, я в Казахстане была счастливой? Вот, я вам сейчас рассказала всю свою историю, она была, в принципе, в Казахстане все время. Я была ужасно несчастлива. Мне было настолько плохо, что я аж развелась с мужем. Мы никогда не знаем, что нас ждет. Я бы никогда не подумала, что я перееду в Штаты, и будет вот так все. Я бы подумать такого не могла. продолжались бы эти бесконечные мучения, тирания и насилование самих себя. Мы сами себя насиловали внутри, в душе. Я думаю, что ни один ребенок вам не скажет потом спасибо, если вы сохраните семью, потому что из-за ребенка, потому что из-за общества. Ни один ребенок не скажет вам спасибо, если ребенок страдал в семье. И когда ваш ребенок вырастет, он вам не скажет спасибо. Он скажет вам, какая бы была глупая, или какой ты был глупый, что терпел это все ради меня. И ваш ребенок поступит так же, как и вы, потому что вы даете ребенку пример. Если она будет страдать в отношениях, она будет терпеть потом, потому что ее мама так терпела, потому что ее прабабушка так терпела, и все женское поколение терпело, и ты должна терпеть. А своим поступком, я считаю, я показала ей другой пример, что можно жить по-другому, можно сделать другой выбор в жизни. Можно не терпеть, а можно взять и построить свою жизнь совершенно иначе. И она, глядя на этот пример, думаю, я надеюсь на это, не будет хотя бы совершать подобных поступков, потому что у нее будет какой-то уже пример, какая-то мотивация перед глазами. И, конечно же, я, как и нормальная женщина, мечтаю о здоровых отношениях. Я знаю, что это такое. У меня есть масса примеров, мои сестры, мои родители. Я знаю, что такое любовь, и какая она бывает, и как умеют мужчины, и как умеют женщины находиться в отношениях, и как можно, и как возможно. Поэтому не все так плохо. Я прекрасно понимаю, какая должна быть семья. Она не будет, конечно же, идеальной, но она хотя бы будет нормальной, спокойной, без вот этого всего, боже мой, не хочу вот этого всего, интриги, скандалы, слезы, сопли, страсть сумасшедшая, именно такая, какая-то дурацкая, детская. Всегда на картинке кажется, что семья идеальная. Но вы же не живете в нашей семье или в другой семье, и вы не можете знать наверняка, как живут эти люди. В Инстаграме мы всегда видим идеальные пары, и нам кажется, блин, они такие идеальны, почему вот мы не такие идеальны? Поверьте мне, никто не идеаль. Мы блогеры, а мы показываем в основном все только хорошее. И иногда говорим о плохом, если что-то такое происходит, но в основном никогда никто не признается, что у кого-то было плохо в семье, особенно если на тот момент ты живешь с тем человеком. Ты никогда не будешь говорить в браке, живя с этим человеком на камеру, что нам так плохо, мне так плохо, вот я его там разлюбила, что мне делать. Но никто так никогда не скажет. Все будут рассказывать о своей истории уже, когда разойдутся потом. Поэтому всегда кажется, что вот они живут вместе, у них так все хорошо, так прекрасно, они такая прекрасная пара. На самом деле вы же не знаете правды. Правда, она бывает настолько страшной, отвратительной, что лучше ее уж не знать, поверьте мне. Еще такой момент. Одно дело, когда вы расходитесь с мужем, и у вас нет детей, и вы такая вся брошенная, одинокая, или вы бросили, вы уходите в новую жизнь и страдаете. Это все цветочки. Это все цветочки по сравнению с тем, если у вас есть дети. Итак, попробуйте... Господи! Вот попробуйте уйти, когда у вас есть ребенок, когда вы понимаете, что вам нужно его кормить, учить, развивать, жить вместе, построить еще вам лично свою личную жизнь. Попробуйте уйти с ребенком, от человека, с которым вы уже не можете жить. Это совершенно другая ситуация. Поэтому, если вы без ребенка и не можете уйти или страдаете от того, что вы разошлись, поверьте мне, нет ничего страшнее и печальнее, чем уходить, когда у вас есть дети. Поэтому подумайте сто тысяч раз о детях всегда. Никогда не расходитесь с первой причины, с одной причины. Сохраняйте максимально ваш брак, ваши отношения, давайте друг другу шанс. Но если вдруг вы все перепробуете уже варианты и ничего не получается, и вы тонете в этих отношениях, вам задыхаетесь, тогда расходитесь. Вот вам мой совет. Надеюсь, вам это видео понравилось. Так что такая вот у меня грустная история. Делюсь с вами своим опытом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!